Спасибо, Ира. А у нас между тем один только остался человек из подготовленных спикеров. А есть ли из вас те, кто созрели рассказать историю? Мне вот хочется этого спикера, рассказчика, оставить на десерт, а сейчас провести, скажем, конкурс, нет, не перерыв, между теми, кто из зала созрел. Где они, эти смелые люди? Ну-ка, ну-ка, иди сюда. Давай-давай. Давай, тоже иди. Так, два мужчины. И, может быть, наконец-то мы услышим про страсть ту самую. Нет? А еще кто? Давай. И пока вот эти люди подходят, и, возможно, еще кто-то подойдет. Да, спасибо. Вам задача. Те, кто был раньше на шоу, те знают, а это Роман, например, был, что сейчас мы проведем конкурс. Называется «Продай свою историю в одном предложении». Это значит, что им нужно будет подойти к микрофону и как-то хитро, ярко, интригующе назвать свою историю. И вот, наверное, этим больше всего владеют журналисты, особенно те, которые пишут заголовки к новостям на НГС или в желтой прессе какой-нибудь. Вот такие заголовки, которые сразу хочется нажать и прочитать. И не всегда бывает то, что там написано, честно, отражает заголовок. В общем, вам нужно именно такое название. А зрители, все остальные, будут голосовать за ту историю, которая им покажется самой перспективной. За тот заголовок, точнее. И за рассказчиком. Ну что, кто первый готов выйти к микрофону и обозвать свою историю? Давай. Голосовать аплодисментами после всех троих. Ну, так как я мужчина, наверное, и такая страсть сегодня прозвучала, это страсть к холодному оружию. И в конце дополнением будет небольшой стих моего сочинения. Если бы ты сказал, я расскажу историю в стихах про страсть к холодному оружию. Если бы это был Клим Рома и Джульетта, тогда вы можете да. Ну ладно, хорошо. И это был у нас Антон. Всем привет, меня зовут Семен. Поскольку просят дать заголовок в духе НГС, я вам дам заголовок в духе НГС. Офисный планктон в силиконовой тайге или очередные приключения русских в Америке? Это точно про страсть? Хорошо. Ладно, Роман. Меня зовут Роман. Я расскажу историю и попрошу у вас помощи. Хочу вас попросить сказать, правильно ли я поступил, незаслуженно обидев человека 14 лет назад. Смотрите, Антон, Роман и третий Семен. Вот такие вот у нас редкие имена. Я предлагаю вам сейчас проголосовать. Кто хотел бы узнать о страсти к оружию в стихах? Аплодисменты. Кто хочет узнать, что там происходит в силиконовой тайге с русскими... Правильно я сказала? И про незаслуженно обидеть человека. Роман, да? Ну ладно. Ну ладно. Хорошо, Роман. Роман, кстати, эксперт по тому, как рассказывать истории в три раза дольше, чем все. Поэтому я особенно тщательно буду следить за этим. Представьте себе, 14 лет назад, по-моему, это 2000 год, я молодой офицер, двугодичник, заканчиваю служить. У меня родился сын. Лето, Новосибирск, центр города. Я хожу с ребенком по улице, туда-сюда. Ребенка я держу чуть ли не в первый раз, своего первого сына, потому что жена пошла в парикмахерскую. И нужно было привести себя в порядок. И вот я иду по улице туда, в военной форме, достаточно жарко, в берцах. Мне непривычно, я двугодичник, но скоро все это закончится. И вот я хожу с ребенком туда-сюда и такой размышляю о том, что скоро начнется... В общем, собственно, уже началась моя новая жизнь. Мне его немножко неудобно держать. И достаточно жарко, берцы. И тут навстречу мне идет мужчина. Я не помню, как он выглядит, но он был достаточно радушен. И вот я иду с ребенком, он укутан в ванне. Он идет навстречу мне и говорит примерно следующее. Я же говорил, не надо было жениться. Я говорю, тебя не спросили, и пошел дальше. И вот секунду я заметил краем глаза, как сильно изменилось его лицо. Он явно был настроен благодушно и, в общем-то, расстроился. Что-то буркнул, что-то так было. И, в общем, все закончилось. Жена вышла из парикмахерской. Ну вот с 14 лет, иногда, знаете, бывает, спишь. Вернее, пытаешься заснуть. И почему-то вспоминается вот этот человек. Я его плохо помню. Вспоминаются вот эти ощущения. И я не понимаю, зачем. Я понимаю, что я не разобрался в его ощущениях. Он хотел. Но знаете, как русские могут матом восхищаться природой. Он был явно благодушно настроен. Хотел меня так поддержать. Но вот эта формулировка. Я же тебе говорил, не надо было жениться. Всего меня вот. И вот 14 лет иногда засыпаешь и вспоминаешь. Зачем ты сказал ему? Тебя не спросили. Все. Роман, а страсть-то где? Страсть где? Страсть? Угу. Так что ты там закрепляешь? Она там есть, но она такая тонкая. Затягивает шею, потому что засыпать тяжело. Ну, может, не жалеть? Я очень рад, что осталось много вопросов. Понятно, понятно. Ну, ладно, Роман, садись. Хорошо. Ну...